Лет одна. Ну, понятно, что один человек достаточно может мало. Так говорят, что, ну, это, конечно, сильно какое-то слово, что в утром плачевать какой-то. А я скажу иначе. Когда мы едины, мы не победим. Значит, я сейчас представляю себе воровку молодых людей, которые не в отношении в чужой поле, которым очень близка эта тема благотворительность. И они будут помогать мне в разделе, которое я начала в лице, потому что это было. Поэтому мы... Нет, нет, я являюсь директором клуба, занимаюсь этой деятельностью 18 лет. Лично я являюсь физиологом по образованию. И я буду в Сильвичи. Массажер будет проводить наш врач, подготовленный специалист массажер. Да, я скажу иначе. Значит, а мы сейчас планируем работать не только с детьми больными, это такое, и с онкологическими, это все-таки, мы также будем планировать. У нас сегодня задали очень много вопросов. То есть говорят, что есть дети, которые, допустим, больные другими заболеваниями, мальчанкой и другими. Значит, будем ли мы предоставлять для них услуги, они очень хотят танцевать, девочки. Я говорю, да. Да. Я скажу, что в этом нет. И я являюсь, значит, у меня образование, которое позволяет заниматься здоровительными, давать здоровительные буквы сессии. Шевченко и Вера Попалка. Вера, скажите, пожалуйста, вам неслились у вас, я бы на проблеме бесплатно взял? Вот, безусловно. Чуть ситуации заключается в том, что, к сожалению, у нас сейчас есть законы, которые уже приняты, действуют. Так, восходится с информацией, которая повещается в средствах массовой информации и в прессе. Так? То есть она бывает часто не совпадает. Вот. Иногда говорят, что уже для людей сделано всё. Вот. То есть выпущены препараты. Да, вот они просто, на самом деле, ну, стыки всем уначе. Значит, в связи с тем, что сегодня у нас только открытие, и мы, не медицинские учреждения, освещать эту тему погромно, мы не знаем. Хотя у нас есть такая возможность, еще интересная возможность. А я объясняю, потому что родители, которые открыли дети и говорили, что им необходима помощь. Значит, данная тема, мне кажется, виска в большинстве нашему поведеннистю. И как я сказали, звонны у бабы на детей. Бессмысл и акции. Мне считаю, что кажется, он должен заниматься своим делом. Моё дело – это аздоработка. То есть лечебность и скульптура. Моё дело – это массажи. Моё дело, допустим, это организация различных мероприятий, которые повысят эмоциональность для детей. Вот чем я буду заниматься? А вот касаемо всех остальных вопросов, значит, мы будем призывать общественность и медицинские учреждения, которые непосредственно, которые в 8-м тракторах – это проблемы являются. Это будет верно. Хорошо. Можете более подробно сказать, что за проблема в обществе? Смотрите интернет, смотрите законы. Что я делаю? Спрашивайте людей. Нет, нет, я вообще никакого пяра не делаю, откровенно говоря. А мне не нуждалась. Потому что я достаточно много работаю. И в другом случае, скажем, ну, знаете, мне кажется, можно глупо идти-ка наживаться на болезнику. Почему? Я объясню. Потому что, допустим, в моей семье, если коллега-то откоснулась, эта проблема у меня мать перенесла тяжелую паудическую операцию. Потом у меня в этом году умер мой круг, то есть это мой ближайший, в принципе, человек тоже от онкологии. Причем, может, в последние дни, он не спал, он не состоял из-за того. Понимаете? То есть для меня эта тема очень близка, очень близка. Поэтому я бы это не делала как человек, как гражданин, как гражданин, и как везде. Я бы все это не поздоровала. Понимаете? Потому что не говорится, что ты сегодня здоровый, красивый, какой ты будешь там. Мы все ходим под логом, и я считаю, что, как сказать, вот что ты этому миру даешь, ты от мира ты получишь. Поэтому наша задача давать здоровье, давать свое внимание, давать свою любовь. Это то, что мы можем дать. И мы призываем общественность, призываем молодежь, призываем различные организации и правительством Украины, и что каждый со своей стороны профессионально подошел к этому вопросу и решил свои профессиональные задачи. Для того, чтобы облегчить, начинуть жизнь тех людей, которые, когда еще возможно, извините, и облегчить состояние тем, в лучшем жизни, в которых уже нельзя. Хорошо. Спасибо. Спасибо.